Всем доброе утро! Ну вы поняли где я, да? Чика твоя покакала и убрать за ней надо. Типа не вижу, не слышу, а какашки валяются. Вот так вот, добросовестные владельцы собак. Так, сегодня у нас как-то солнечно, спину прям греет, ну такой холодный ветер, прям ледяной. Вообще, хожу смотрю, может быть машина с хлебом приедет. Хлеб закончился. Тут вот магазин есть, я в него не пойду, там народу много наверное. Так вот хожу смотрю, до скольки он там работает, может быть прям перед закрытием сходить, когда никого не будет, в общем не знаю. Я сегодня решила сначала с Чарли прогульнуться, а потом уже позаниматься в спортивной одежде уже. Я дома впервые дни в пижаме пыталась заниматься, но это так неудобно, потому что штаны постоянно пижамные слетают. В общем нет, решила, думаю лучше буду переодеваться в спортивные и уже в спортивном буду заниматься. Так вот, видите, как тучи в другую сторону летают. Они обычно туда летят, а это летит обратно в сторону. Как это так возможно? Ее ветром наверное уносит и уносит меня. В общем вот так вот у нас, такая вот, может там новости слушает, сейчас приду спрошу, что там. У меня каждое утро начинается, ну что, у нас улучшение есть, улучшение есть. Так вот, один вопрос нас мучает сейчас, по-моему хлеб там. Я позанималась, кстати, зарядка тоже прям эффективная, вся впотная. А вообще, знаете, как хорошо, когда есть солнце, можно выйти на террасу и там позаниматься. Я вчера прям не знала, куда себя деть, потому что везде тесно. Сегодня ног прохладно, прям ветер леденющий. Так, я сейчас буду готовить, на сегодня у нас будет чечевичный суп с чорисом тринь-тринь. Вот, готовится быстро, вкусно, полезно. Чечевица до хрена. Приступаем, сейчас достану все, что надо. В общем, пол луковицы, одна небольшая морковка. Вот это вот, вот это вот. С Машем буду готовить. Грустнее, мне кажется, получится. И сама, собственно, чечевица. Прям в кастрюле обжарю лук и морковку. Немножко так. Немножечко, немножечко. Что-то много получилось. А про перчик-то я и забыла. Начали золотиться немного мои овощи. Добавлю Маш. Маш соя. Маш это соя. И добавлю воды. И оставляю вариться, вот чтобы Маш начал раскрываться. Чечевица. Он долго варится, поэтому... А чечевица варится быстро. Сейчас такая чечевица, что она варится очень быстро. Вот. Поэтому будет раскрываться Маш прямо вот только-только. И засыплю чечевицу. А пока займусь ананасом. Порежу ананас. Вот. Что он меня перезреет. Вот такие вот у нас планы. Хорошо, хоть готовка есть, хоть какое-то развлечение. И еще хорошо, что я готовить люблю. А иначе вот люди, которые готовить не любят. Бедные. Дома. Безвылазно. Да еще и готовить не любят. Ужас. Ужас. Я люблю готовить, но, блин, жрать нельзя. Вернее, жрать-то можно, но не нужно. Так, достанем крышечку. И такие вот дела. Вот теперь у меня весенние одежда. Это домашний костюм. Вот. И спортивный костюм. Хоть так. А то некоторые, наверное, просто в пижаме целыми днями. Я пыталась, говорю вам. Не понравилось. В пижаме целый день? Нет. Ладно, ананасик буду резать. А то он уже как-то весь, смотрите, подсохли. Листики вроде бы, как бы он не совсем переспел. Маш почти раскрылся. Ищ-мыш-маш. Вот видите. Поэтому добавляем чечевицу. И варим. Почти до готовности. Может быть за пять минут вот так вот. Добавим чурису. В общем, смотрите, продолжайте смотреть. А тем временем нарежем чурису. И, конечно же, надо попробовать. Ммм. Вкусняшка. Такая. Просто можно его съесть, эту колбаску. Но мы ее добавим в суп. Я забыла. Картошку добавить. Ну, у меня есть нут. Добавлю вместо картошки нут. Суп почти готов. Видите, он уже раскрывается. Буквально две-три минуты. И добавлю чурису. Почти готов. Я не солила. Потому что чурису соленая. Всегда солю в конце, чтобы не пересолить. Добавила чурису. Сейчас поварю немножечко. Минут пять, наверное. И все. Уже добавлю соль и зелень по вкусу. Это не испанский такой рецепт. Это полуиспанский рецепт, скажем так. Ммм. Сама выдумала. Он уже почти соленый из-за чурису. Вот. И оставлю потом, чтобы он настоялся минут пять. Выглядит вкусно, правда? И полезно. Чуриса отдала свой цвет. Смотрите, какой цвет сразу получился. Запах копченый такой появился. Сейчас порежу зелень и выключу. Испанцы зелень не кладут. Зелень не кладут. Они вообще зелень почти не используют в своей еде. Очень странно. Вот. А я кладу. Я же не испанка? Нет. Все. Готов супчик. Вы такой готовите? Из чечевицы. Очень, кстати, вкусный. Пусть опять пять минут настоится. И... Закидываем в топку. Ну, где еще можно увидеть человека, когда он на карантине? На кухне. Сейчас себе чай делаю и фланы сделаю. Фланов делаю пять. Как раз мужу на пять дней. Чай или кофе? Вот в чем вопрос. Наверное, чай сделаю себе. С ягодками. И быстренько забаться у флан. Флан отменяется. Нет сахара. Точнее, он есть, но не на флан. Поэтому терпим до понедельника. Или, может быть, сегодня... У нас тут рядом магазин есть. Можно туда зайти. Хотя вечером закрыт. В общем, посмотрим. Но пока флана не будет. В общем, хочу пересадить укропчик. Так, а где у меня здесь была эта? Это все загнулось. Как говорится, эксперимент неудачный. Почему загнулся, не пойму. Так, начинал хорошо расти. Может быть, мало места. Хрен его знает. Так, где у меня совок был? Сейчас скоро зумбой будем заниматься. А где совок-то? Сперли, что ли? Кто тут спереть-то может? Интересно девки пляшут. В общем, смотрите. Это не выросло, зато скоро зацветет салат. Нормально? А укропчик, видите, вроде хочет расти. Но что-то ему мешает. Я думаю, что не знаю еще. Я хочу его пересадить. Вот. Иди ко мне присволь. Пересадить его на балкон. Где совок у меня? Я жну. Буду сквать. Я жну. 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 Тем более скоро на крыше будет очень жарко. И там вообще все сгорит. Смотрите, какой свинья. Хрюшка. Хрю-хрю. Опять какие-то тучи. Но вроде бы не передают дожди. Поэтому так. И скоро роза зацветет. Грюза красная. Так вот и выходим на балкон. Подышать свежим воздухом. И на крышу. Сейчас уберусь немножечко тут. Ну что, друзья. Вперед и с песней. На пляски. Сумба уже на связи. Так что я пошел-ка я попляшу немножечко. На мое место. Всегда тут стою. Чтобы солнце мне в глаза не слепило. И я могла нормально видеть, что там происходит. У нас соседи красят террасу. У меня муж загорелся. Говорит, давай тоже красить террасу. Я говорю, а чем мы будем красить? Через инстаграм включаю. Так вот, говорю, где мы купим краску? Теперь опять как облачно. Так что... Я пошла танцевать. 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 Сумба моя оборвалась. Ну ничего, я побегала, попрыгала. Сейчас пойду на пятачок с Чарли гулять. А муж все-таки доконал с соседей. И говорит, я тоже хочу красить это. В общем, они говорят, мы купили че-то. По телефону позвонили и нам говорят, сегодня привезли краску. И все, он у них сейчас возьмет номер телефона, закажем краску, будем красить. Хоть это приятный с полезным совместим нашу террасу покрасим. Так что вот так. Пошла я гулять. У нас сейчас полиция проезжала. Вот там вот. Ну это как круг почета, вот хлопали. Восемь часов, как всегда, все. Ну а я, естественно, все, пока добежала до камеры, пока я ее схватила, все уже уехали и все. И все, пропустила я этот момент. Смотрите, как красиво у нас вот там. Блин, пойду чай попью. И дверь закрыла. Очень холодный ветер, на улице тепло, но ветер прям вот ледяной. Зимний. Хотя показывает 22 градуса почти. Ну нифига. Ляпа моя спит. Я... Какое-то состояние такое у меня вот к вечеру уже, знаете. Я вчера поздно легла, рано встала. И поэтому у меня как-то голова, что ли, болит, не болит, какая-то тяжелая. Рано встала, потому что вот этот друг, который сейчас дрыхнет, у него режим, у него 8.30, надо вставать. И не волнует никого. И он меня будет таким образом. А ложусь, ложусь-то я в 12 каждый день. Ну, засыпаю в 2, вот так, полтретьего. Могу и в телефоне посидеть. У нас же карантин, у нас все равно делать нечего. Думаю, потом посплю. В общем, да. Поэтому, может быть, сейчас пораньше пойду и лягу, или фиг его знает, посмотрим. Ну, голова какая-то тяжелая. Так что вот такие вот у нас дела. Буду с вами прощаться до завтра. Всего самого наилучшего. Не болейте, сидите дома и всем пока-пока.